Друзья, здравствуйте! У нас второй ролик, посвященный серии виски Гленфаркласс. Я напомню, что в первом ролике мы обозревали и пробовали с Сергеем Гленфаркласс с выдержкой 10 лет, 12 лет и 15 лет. Сейчас мы продолжим нашу дегустацию с виской серии 105, виски 21 год и Гленфаркласс 25 лет. Конечно, любая дегустация будет интереснее и понятнее, если по ту сторону экрана вы будете идти с такими же бутылками и пробовать вместе с нами. Вперед! Здесь сразу на упаковке 2016 год, двойная золотая медаль, Сан-Франциско, World Spirits. Очень высокая награда, что означает вообще вот эта цифра 105. Это измерение крепости в британских пруфах. British Proof — это единица измерения крепости, которая возникла практическим путем. Когда надо было проверить крепость Рома, его проверяли следующим образом. Смачивали порох, если порох загорался, значит Ром хороший, нужные кондиции. Если не загорался, значит ненужные кондиции, ну несоответствующие кондиции. Соответственно, это стопруф, да? Это было 57 процентов. Здесь 105-60 процентов алкоголя. Ты еще раз вам говорил, русская водка порох не подожгет получается. Там 40 градусов всего. Конечно, нет. Она его только смочит. Сегодняшние Ромы там вообще 38 процентов. Да, 40, по-моему. 40 — это хорошо уже. То есть вообще 38 делают. То есть мы покупаем некондиционку? Ну, просто изменились стандарты. Как и много в нашей жизни, качество падает, друзья. Раньше качество определялось количеством спирта, то сейчас все-таки оно определяется прежде всего органолептическими свойствами. Ну, это да. То есть это ароматикой, вкусом. И мы только что наслаждались 15-летним Гленфар-классом. Он нам понадобится для того, чтобы проводить какое-то дальнейшее сравнение. Потому что, по-моему, это 95 баллов. Ну, однозначно 90 плюс, как бы меньше, не может такой виски иметь. Потому что действительно шикарный совершенно. Сразу обмолваемся, что в предыдущей дегустации мы говорили о каких-то исторических моментах. Очень интересно появился этот продукт. Владелец дистиллерии решил сделать рождественские подарки в виде виски. Выбрал то, что ему понравилось, бочковой крепости. И отправил близким, друзьям на Рождество. Потом пошли заявки. Так появился этот серийный продукт. Вообще серийная линейка на сегодняшний день составляет такие позиции, как 8 лет Эритаж. 10, 12, 105, 15, 21, 25, 30, 40. Есть фэмили-резерв. Релизы с 1953 по 1994 года. Это розливы. Осуществляют в небольших количествах. Гленфор-класс — это единственная дистиллерия, которая владеет спиртами, начиная с 1952 года. Все годы подряд. Такого нет ни у кого. Есть все это в бочках. У них 34 склада. И, если я не ошибаюсь, больше 50 тысяч бочек. Они смогли преодолеть очень грамотно кризис 80-х годов. Был в Шотландии кризис перепроизводства. И, собственно, они не ушли в снабжение производителей блендет виски. Они не поддались панике. Они не закрыли производство. Очень многие продали за бесценок выдержанные спирты. Зато сейчас, они не поддавшись панике, тогда имеют возможность продавать выдержанные спирты, которым 40-50 лет. Такими запасами не обладает на сегодняшний день больше никто в Шотландии. В 2007-м они запустили релизы. Их продают в очень малых объемах. Это квоты всегда. На каждую страну квота. Очень небольшие квоты. Хотя такой виски его больше пьют или все-таки держат как некий актив? Говорить о коллекционерах, ну да, они, конечно, держат как актив. Но подход семьи Грантов к потреблению виски и к производству виски таков, что это виски, которые пьют, а не коллекционируют. Но мало кто может себе это позволить. Потому что старые винтажи Макалана – это виски, которые коллекционируют. Пробуем, да? Пробуем. Сначала пробуем без водички. Напоминаю, 60%. Поразительная мягкость. А потом такой обжиг конкретный. А потом послевкусие. И это послевкусие развивается. Для ароматики мы все-таки капнем водички. А сейчас немножко о вкусе. Очень много фруктов. Чувствуется херес. Хересная бочка. Много специй, подвяленные фрукты. Но фрукты доминируют. Послевкусие очень длительное. И оно постоянно меняется. Ну вот фрукты ясно ощущаются. А вот вкус хереса я пока не почувствовал. В ароматике, я бы сказал так, он мало отличается от предшественников. Незначительно, я бы сказал. Но вот имея возможность сравнить, я даже это сделаю. Мне кажется, он ближе к двенашке по ароматике. 105-й – это релиз без указания возраста. Но при этом все-таки указывается минимальный возраст. Раньше он составлял от 8 лет до 10. Был коридор. Сейчас указано на этикетке 10 лет ровно. Да, аромат раскрылся. Но я думаю, что и вкус стал немножко другим. Ты мне воды подел побольше. Все-таки это вкусовой виски. Ароматы здесь… Более-менее одинаковые, кстати, у всех. Ну, 15-летний сильно отличается. Вот с двенашкой те же примерно параметры. Просто не такие яркие он у 12-летнего, что вполне логично. Больше спиртов, более насыщенный. Хорошо, чтобы получить в итоге 60-процентный виски, его как? Его усушивают или его сразу выдерживают таким крепким? Это бочковая крепость. В данном случае это определяется сроком выдержки. Они указывают четко, что это бочковая крепость, значит, не разбавляют. А как они туда ловят именно 60 градусов? Путем смешивания. То есть, он же изначально его получали… Во-первых, брали уже 60-процентный. Более того, я не исключаю, что это может быть не ровно 60. Какие-то колебания допустимы. Не помню, в большую или в меньшую сторону. Скорее, в меньшую. Но даже если ровно 60, наверное, из нескольких бочек с разной крепостью можно сделать виски заданной крепости. Восьмилетка более крепкая, десятилетка менее крепкая. Соответственно, они могли путем соединения разных спиртов из разных бочек достигать вот этих 60%. Но, скорее всего, как-то так они это делают. Признайся, я хорошо почувствовал аромат и хорошо почувствовал крепость этого виски. Крепость ощущается. По-моему, сложнее было, да. Хересные ноты я чувствую. Но что-то еще есть, и я не могу понять, что. Здесь, кстати, хересная доминанта, она очень высокая в ароматике. Меньше, чем во вкусе. Во вкусе там всякие фрукты, пряности. Очень богатый вкус. Успех такого вкуса — это соединение воды. Собирается из родников первоклассный солод. После 1972 года они стали закупать его. Раньше у них была собственная солодильня напольная. Но потом они решили, что лучше все-таки покупать у тех, кто специализируется именно на солоджении. И я могу сказать, что они прерывают производственный процесс для контроля качества. Если не единственные, то одни из немногих, кто это делает. На каждом этапе прерывается процесс. То есть он у них не является непрерывным. После 105-го, конечно, будет сложно сравнивать. Мы его поставили из-за градусности, на самом деле. Следом за 15-летним. Но надо было его, может быть, даже перед ним поставить. Но тогда бы мы не ощутили всей прелести пятнашки. Гонфор-класс, 21 год. Хересная бочка. И весь Глент-Фор-класс цвет янтарно-золотистый. Как и у большинства выдержанных Глент-Фор-классов. Эта ароматика у него ни на один из предыдущих образцов не похожа. Совсем не похожа. Друзья, я бы сказал, что она очень похожа на другие варианты, которые мы пробовали. Вот мнения и разошлись. Это же хорошо. Я хотел сказать, что у Глент-Фор-класса, независимо от срока выдержки виски, ароматика более-менее одинаковая. Но вот Сергей говорит, что я ошибаюсь. Николай, я специально сравниваю. У меня ни с одним не сходится. Это уже подышали все виски, правильно? Поэтому запах по-другому воспринимается. И, кандидатик, в итоге, друзья, я соглашусь с Сергеем. Действительно, ароматика Глент-Фор-класса, 21 год. Она действительно отличается от других Глент-Фор-классов. Здесь больше цитруса. Хоть более тонкий. Он очень свежим воспринимается. Дорогие любители виски, а многие из вас так долго нюхают при тем, как глотнуть виски? Очень мягкий, обволакивающий. На фоне 105-го особенно. Здесь крепость у нас 46, да? Нет, здесь 43. 43, да. Все, кроме 15-летнего и 10-летнего, идут 43. Здесь какие-то хлебные нотки в аромате. В общем, он отличается. Заметно отличается. Во вкусе очень явственно присутствует кислинка, которой у других образцов не было. На самом деле, цитрус — это всегда ассоциация. А как раз кислое, горькое, сладкое, соленое — это вкус. И комбинации вот этих сочетаний, комбинации с запахами, опять же, да, дают нам законченную картину, и мы представляем уже что-то ассоциативное. То есть, с чем у нас это все ассоциируется. Сравниваю с 15-летним. У меня есть ощущение какой-то кожистости, которой здесь вроде бы не должно быть, судя по тем описаниям, которые приводят большинство дегустаторов. Именно в аромате. Друзья, я сейчас сравнил с 15-летним геномфороклассом, и пришел к выводу, что мне 15-летним понравился гораздо больше. Здесь аромат и вкус какой-то уже более тонкий, тяжело улавливать. А вот 15-летний фактурность была на порядок выше. В 15-летнем присутствует дымность, которой здесь нет. В общем, я бы резюмировал тем, что действительно высококлассные виски, очень мягкие, очень ароматные. Вкусы, да, безусловно, фруктовые, и у меня тоже ощущался цитрусовый вкус. Цитруса много, причем не какой-то конкретный цитрус. Но вот, друзья, я замечу, что у геномфорокласса, у него каждая следующая выдержка в деньгах стоит значительно дороже, чем предыдущие. И вот могу сказать, что если исходить из цена-качества, то этот вискарь явно будет не в топах находиться. 15-летний значительно дешевле, но по качеству, по аромату, по вкусу ничем не уступает абсолютно. Но он другой. Поэтому здесь вопрос вкусовых предпочтений. Потому что дымность в аромате 15-летнего ощущается. Здесь никакой дымности нет. Отлично. Переходим. Геномфоркласс 25 лет. Немногие могут похвастаться наличием даже 25-летних спиртов. Я говорю сейчас о других дистиллериях. У других производителей 25-летние спирты получаются, как и все прочие, собственно, значительно дороже. Ровно потому, что их нет. Это как раз влияние тех самых 80-х. Когда все было распродано. Да, когда было распродано за бесценок большое количество выдержанных спиртов. Ну, а потом был бум. И, собственно, те остатки, которые были, они быстро разошлись. На сегодняшний день мы наблюдаем, собственно, тенденцию к появлению виски без обозначения возраста. Что позволяет продавать достаточно молодые спирты за приличные деньги. Кстати, ступятый – это как раз виски формально без указания возраста. Это отдельная категория. Очень спорная категория. Спорная не самим фактом своего существования, а тем, как ее используют разные производители. Если Гленфоркласс, допустим, эту категорию создал просто в силу каких-то обстоятельств, когда был предложен подарок 60-процентного дистиллята близким и друзьям на Рождество, то есть целые коммерческие линейки, где дистилляция создается таким образом, чтобы использовать те спирты, которые есть, а не те, которые можно было бы использовать, но их просто не хватает. Вот чтобы использовать те, которые есть, что-то в них добавить более интересное и ценное, чтобы создать некий коммерческий продукт, который понравится людям и который можно будет продать дороже, не указывая возраста, потому что, по большому счету, самый молодой спирт может быть трехлетним. Да, это виски возраста 3 года. То есть по закону указывается самый младший спирт. Все-таки я обращу внимание, что в пруфе, в 105-м, хоть и не указывается в возраст, но мы-то понимаем, что это далеко не трехлетний виск. Да, здесь на самом деле указано, что не менее 10 лет. Ранее было от 8 до 10. Но тоже достаточно серьезный срок выдержки. Да, однозначно. Но, как мы уже упоминали, самый молодой виски, который выпускает в своей линейке Гленфоркласс, это 8 лет, тоже без указания возраста, эритаж. Друзья, мы не включили в дегустацию, потому что это базовая модель у Гленфоркласса. И, собственно говоря, на фоне других вариантов, других выдержек, она из себя ничего ценного не представляет. Но именно не представляет в серии Гленфоркласс. То есть пойду ее сравнивать с другими вискарями, где выдержка гораздо более скромная, безусловно, и эритаж будет представлять собой очень ценный продукт. Ну, там не будет большой разницы с десятилеткой, то есть она есть, но такая некапитальная. Так, открываем наш 25-летний. Цвет заметно более темный. Учитывая, что колирования нет, это действительно добавляет более длительная выдержка в херестных бочках. Но возьмем 15-летний и 21-летний. Очень плотный, густой аромат, Николай. А здесь прямо какой-то вот изюм веленый, фрукты такой. Не чевасик бухать, потому что попробуйте эти ароматы прочувствовать, это же очень сложно. А я даже не знаю, с чем сравнить вот из таких популярных виски, не с чем сравнивать. Макалон рядом не стоял. При том, что Макалон очень хороший. Многие ругают, потому что он стал очень коммерческим, да. Но по большому счету все-таки коммерческий 12-леточка, да. Уже даже пятнашку не так активно покупают, а за 18-летним, в общем-то, немногие приходят в магазин. Если идти выше, то это редкие покупки. Я даже не вижу смысла пытаться описать, потому что это надо действительно пробовать. Любое описание меркнет, любое. А я предупреждал. Надо смотреть дегустацию, имея перед собой такие же бутылки виски. Вкус с ароматом очень хорошо комбинируется. Как бы одно вытекает из другого. Интенсивный, очень интенсивный. И интенсивный аромат, очень густой. Сухофрукты, вяленый изюм, вот вяленые фрукты. И что же будет, когда мы подойдем к 30-летке? Именно здесь виски в 25 лет, для инфаркласс, буйство фруктовых запахов и вкусов. И та самая мощность, ради которой они не согласились переходить на экономичный способ нагрева. Заменили уголь на газ, но оставили прямой нагрев кубов перегонных. Потому что непрямой нагрев через пар, он дает более легкие спирты и, соответственно, не даст такой насыщенности. А Глент Фаркласс этим славится. Друзья, когда люди говорят, что виски это как самогон, но вот реально люди просто не понимают технологию. Но какой самогон будет зависеть от качества воды, от бочки, в которой он выдерживается. Хотя самогон вообще нигде не выдерживается. В конце концов, какой самогон будет зависеть от способа нагрева куба, в котором он перегоняется. В какой деревне русской говорят, да, я нагреваю на угле, потому что уголь дает необходимую плотность моему самогону. А другой самогонных делмастер говорит, а я нагреваю на пару, потому что мне это позволяет достичь легкости в самогонном спирте. Но есть такое где-нибудь? Да нет, конечно. Поэтому те, кто говорит, что виски это как самогон, они очень сильно заблуждаются. Это мнение основано на невежестве. Единственное, что между ними есть общее, и там, и там дистиллят. Но способ дистилляции очень сильно отличается. Мы понимаем, что, может быть, конечно, в 17-18 веке к виске относились проще. Это был дешевый напиток для бедняков. Как гнали, так и пили. Но вот с тех пор, как виски вошел в моду, к нему повысились требования. И, соответственно, процедура выгонки виска стала из себя представлять достаточно сложный технологический процесс. Хоть не говоря уже о том, что Сергей мне говорил, что мода на сингл-молт пришла только уже послевоенное время. Да. Более того, если уж говорить именно о моде, то это уже после 90-х. Даже после 90-х? Именно о моде, если говорить. То есть до этого был blended? Блендед виски, да. Это модно было. Сейчас это не модно. Сейчас я даже сталкиваюсь с тем, что люди стали говорить, что ну как, ну blended виски это нехороший тон, как нельзя. Хотя они тоже неправы. Они неправы. Они неправы в корне. Есть еще высококачественные blended виски. Я объясню почему. Потому что мастер-блендер, купажист, он создает вкусоароматику практически любую. И он может создать просто шедевр. Понятно, что там ординарные продукты, 12-летние blended виски, это все-таки универсальный продукт, созданный для удовлетворения вкусовых запросов основной части потребителей. При этом таким образом, чтобы затраты на производство этого продукта были минимальными, а выручка была бы максимальной. Это чисто коммерческий продукт. Но есть такие blended виски, которые стоят прям совсем недешево. Но это шедевральные вещи. Я вот хотя бы пробовал такой вот более эксклюзивный blended виски, чуть более, чем регулярный. Это Royal от Chivas Riggle как раз. Здесь на самом деле не срок выдержки влияет, а комбинация. Ну и ведь возникла не случайно категория blended mold. Раньше она называлась pew mold. Это когда в качестве основы не используется зерновой спирт вообще. Смешивают только single mold. В завершении вот этого обзора, что можем сказать об этом 25-летнем виски еще дополнительно? Роскошный. Друзья, ну учитывая его стоимость немаленькую, я бы сказал так, что этот виски нужно, конечно, пить по значительным поводам и пить, располагая большим запасом времени. Потому что эта бутылка, ну это на такое долгое, что называется, питье, которое должно затянуться на много-много часов, безусловно. Иначе просто... И в хорошей компании. В приятной, хорошей компании. Да, в очень для вас приятной компании, безусловно. Конечно, да. Мир GANFARCLASS, у меня сегодня открылся вообще своей красе. Просто обалденный. Вот эликсир. Друзья, пишите свои комментарии. Если кто-то из вас пробовал на GANFARCLASS 25 лет, поделитесь своим мнением. Если не доводилось пробовать, полагайтесь на наше мнение, то мы как могли его для вас изложили. Я бы сказал, что если есть возможности, то стоит попробовать. Стоит попробовать. Да, потому что сравнивать его с наиболее популярными марками в виске, даже с серьезным сроком выдержки, абсолютно бессмысленно. Совершенно это, совершенно другой напиток.